Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое, но это уже было в веках бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем. И с этого я хотел бы начать этот урок, который называется «Пасхальные противоречия». И кто из вас не слышал такие слова? У нас православная Пасха, у нас католическая Пасха, а у нас вообще протестантская Пасха. И получается такая иллюзия, создается впечатление, что у нас много Пасх, и каждая Пасха претендует на определенную историческую ценность. Но, знаете, есть такое идематическое выражение «Бог в деталях». И оно означает, что в любом явлении есть малозаметные составляющие, да, вот эти детали, которые очень сильно влияют на суть или на будущее. Помните, как в старом английском стихотворении? Потому что в кузнице не было гвоздя. Не было гвоздя, подкова упала, подкова упала, лошадь захромала, лошадь захромала, командир убит, армия разбита, конница бежит, враг заходит в город, пленник не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. Один маленький факт, одна деталь, не было гвоздя, и мы видим разрушенный город, мы видим разрушенные жизни, потому что всего лишь незначительная деталь, Гвоздь, который мы, может быть, и выкинули. Но вы спросите, при чем здесь гвоздь, при чем здесь Пасха, при чем тут детали, к чему мелочиться в этом вопросе. Пасха наша, Христос за нас закланный, да, остальное человеческое и не духовное. Мы пневматики, да, водимые Святым Духом. Ну, нам не к чему, мы думаем о вечном. Я утрирую, вы знаете, да, я утрирую, но не только. Сегодня большинство верующих людей и просто даже людей в мире, они считают себя экспертами. Ну, подумаешь, все где у, выйди в интернет, да, набрать в поисковике слово или вопрос. И все, и Google выдает просто вот такое решение. И, ну, мы смотрим на это и наслаждаемся. И интересно, что мы, как верующие в Мессию, ну, можем отметить, что сегодня христианство становится поверхностным. Пробовать и превращается в рецептурные такие, ну, такие рецепты. Хочешь иметь удовольствие делать так? Хочешь, чтобы в твоей жизни был успех? Вот так поступай. 12 принципов успеха. Но что же говорил Ребе Шауль, апостол Павел, своему ученику Тимофею? 1 Тимофея 4,16. Он говорил, вникай в себя и в учение, то есть вникай, занимайся всем постоянно, ибо так поступай, и себя спасешь, и слушающих тебя. То есть он говорит, не просто получай знания, не просто что-то, но изучай, исследуй то, что тебе говорят. То есть посмотри буквально, вот именно детализируй, посмотри изначально вот на эти маленькие детали, из чего все состоит. Потому что таким образом и себя спасешь, и слушающих тебя. И я уже знаю, что есть такое место в Писании, в Деянии апостолов, когда Ребе Шауль проповедовал в одном городе, и потом его послали в другой город. И он говорил им слово о Машеихе, он открывал им Тор, о Танах, потому что не было еще книг Нового Завета. И эти люди слушали, но дальше идет очень интересный момент. Деяние 17 глава, с 10 стиха. Здешние были благомысленнее, то есть мысли у них были более благие, чем у фессалонкийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли так. Точно ли они говорят об этом? Понимаете, это очень важно. Важно исследовать и размышлять над тем, что вам говорят. Потому что сегодня авторитет определенных религиозных деятелей становится эталоном нашей веры. И им так важно, что в некоторых моментах они не соответствуют Писанию, они не соответствуют вот этому Божьему стандарту. И в качестве примера я хочу привести одно заявление жены одного из религиозных лидеров, которая после того, как ее мужа обвинили в сексуальных домогательствах, что он использовал свой авторитет, положение, принуждал женщин, тех, кто свою паству к сексу. Она заявила очень просто. Она говорит, секс вне брака это не всегда будет. Она говорит, секс и измена это две разные вещи. То есть она попыталась вывести, вырвать из Писания какие-то моменты. И говорит, нет, все нормально. Давид же тоже изменил. Ничего страшного. Ну так получилось. Главное, чтобы сердце было. Сердце хранить и тогда все будет хорошо. Но понимаете, Писание опять же предупреждает, 2 Тимофея 4 глава 3-4 стих, что ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые листели бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Отвечая на ваш вопрос, зачем это все, зачем нам надо эти подробности и самый главный вопрос, что нам делать с полученными знаниями, я хотел бы провести аналогию с христианами ранней церкви. Потому что все мы хотим быть как христиане в ранней церкви, как те верующие новозаветные общины в Иерусалиме. И их нередко называли терапевтами, потому что терапевт это такое слово, которое они приносили исцеление. Они приносили исцеление в этот мир, они приносили исцеление в общество, но также их и называли диагностами. Почему? Потому что видя определенные признаки, они могли понимать откуда что берется и ставить уже диагноз. То есть они могли выносить какое-то решение. И в деяниях апостолов 5 глава 29 стих мы видим вот именно такой вывод. Потому что когда Ребе, когда же Петра, то есть Шимона Петра, апостола Петра и апостолов взяли, привели в Сандригин за то, что они проповедовали Ишоу, им сказали, ну не надо об этом говорить, идите себе спокойно, живите в мире. И они сказали, что должно повиноваться Богу больше, нежели людям. И в Ефесянам 5 главе 10 стих мы читаем, испытывайте что благоугодно Богу. И вот основная цель это не просто донести до вас исторические данные, рассказать вам, что правильно, что неправильно, кто и как. Показать вам, ну чтобы мы сами увидели это. И из этих деталей мы составили вот эту будущую картину. Картину того, что поможет нам сегодня изменить. Потому что опять же, я повторюсь, история она живая. То, что события прошлого, сегодня они могут формировать наше будущее. То есть взгляд на прошлое может помочь увидеть настоящее и эти проблемы, которые есть сегодня. Потому что книга Экклезиаста, я уже читал, Кохелет, проповедник, он говорит, то, что было когда-то, есть и сегодня. Но опять же, нет памяти. Люди забывают, люди забывают о очень важных вещах. Люди забывают, что все, что происходило, уже происходит и будет происходить, пока не придет Машия. Итак, пасхальное противоречие. Вот то, что я говорил. Православная Пасха, католическая Пасха, еврейская Пасха, протестантская Пасха. Откуда же это все появилось? Ну если мы говорим о еврейской Пасхе, мы понимаем, что еврейский Пасх, да, 14-го Несана, Египет, Маше, Исход. Вот мы видим Великая, вот эту ночь, когда Агнец, вот этот ягненок был заклан, чтобы и косяки помазанные были кровью, чтобы ангел-губитель. То есть у нас еще есть какое-то представление, тем более, что Песах мы уже прошли. Но давайте мы посмотрим, что Иисус, Ешуа праздновал Пасху 14-го Несана, так как это библейская дата. Он соблюдал все праздники, то есть священные дни, которые установил Бог. Потому что еще раз я хочу обратить внимание, не еврейские праздники, они были, эти дни были доверены Израилю. Бог говорит, вот праздники Мои, в которые ты должен собирать священные собрания. То есть Израилю были даны эти праздники, эти дни для того, чтобы что-то изменить в жизни самого Израиля. И мы видим, что и не только Ишуа, но также апостолы и церковь, община Божья первого столетия поступала так же. Первоначально христианская Пасха праздновалась в то же время, что и иудейская. И это одновременное соблюдение сохраняло вот это еврейское присутствие в христианском празднике. И укрепляло связь между библейским иудаизмом и развитием, то есть в христианстве, в христианской вере, в последователях Ишуа. Но наступил такой момент, что в некоторых церквях, местах община пыталась привязать праздник к одной дате. То есть то, что правильно, 14-го Несана. Но были другие места. И это стало, к сожалению, преобладающим обычаем. Они сделали святой неделю, на которую приходилось 14-го Несана, день начала еврейского поста. И передвинуло праздник так, который уже где-то изменил свой характер, на воскресенье, следующий за святой неделей. Во всех случаях существовала зависимость от иудейского календаря. И, как писали некоторые отцы церкви, унизительное подчинение синагоге, раздражавшее их. Кроме изменения дат, церковь также придала иудейским праздникам или еврейским праздникам, воспринятыми ею, значение отлично от того, которое они имели для евреев. Итак, как стало Песох, стал знаменовать собой воскресенье Господа и победу над иудеями. Еще интересно, Христос в Пасхе, что такое? Христос воскрес, Христос воскрес. И это действительно истина, действительно он победил смерть, он совершил великое вот это, он просто совершил это великий подвиг, когда он зашел на стойку казни на Голгофу, он умер за весь от человечества. И потом он воскрес, победив смерть и стал первенцем из мертвых, чтобы и мы вместе с ним могли бы идти дальше, вот в вечность. Но, если мы читаем в 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих, «Пасха наша, Христос заклонный». Пасха — это Христос заклонный, Ишуа, который умирает за человечество, Машия, который совершает искупление человечества. Это очень важно. И во втором столетии некоторые из церквей на Западе, среди других народов, или как мы их называем, язычники, начали праздновать Пасху так, чтобы их ознамевание Господне Воскресения всегда приходилось на воскресение, независимо от библейского календаря. К концу второго века эти западные церкви под предводительством епископа Рима, Кесарии и Иерусалима, который, кстати, уже не назывался Иерусалим, потому что, вы помните, в 136 году после разрушения Иерусалима этот город, святой город, назвали Айлия Капитолина, а сам Израиль назвали Палестиной. И стали агитировать все церкви соблюдать Пасху, восстановленное воскресенье, а не 14-го Ниссана. Они также пользовались римским календарем, а не библейским. Познакомлю вас с некоторыми участниками нашей истории. Евсеевий Кесарийский, греческий церковный историк, богослов, отец церковной истории, друг императора Константина, с 314 года, епископ Кесарии Палестинской. Написал самый древний, сохранившийся труд по истории церкви. Знаете, личность довольно спорная и одиозная. Отдавая дань его труду и тем ценным историческим фактам, которые он нам донес до наших дней, его можно назвать карманным летописцем императора Константина. Он, если мы читаем его историю, мы видим очень много лести, которую он выражал Константину, императору. Ну и, конечно, за что стал впоследствии первым в церковной иерархии, епископом Кесарии. Теперь насчет, почему он стал все-таки первым в церковной иерархии. В качестве этого замечания хочу привести канон 7, это Никейский собор, где говорится о епископе из Аэлеи. Аэлеи, да, я же говорил, что это город Капитолия, который назвали Иерусалим. Итак, Аэлеи это название данное императором Андрианом Иерусалиму после окончания восстания Барковбы. Итак, канон 7. Поскольку обычай и древняя традиция требуют относиться к епископу Иерусалима с особым почтением, да будет он считаться вторым после митрополита, епископа Кесарии, без ущерба для авторитета последнего. То есть он второй, он епископ Иерусалима, но уже все, он уже не первый. У Иерусалима отняли его имя и поставили его в подчинение церкви. Евсевий говорит, в то время возникли существенные дебаты, ставшие следствием различия во мнениях относительно соблюдения пасхального сезона. Церкви по всей Азии придерживались более ранней традиции, считали, что им следует соблюдать 14-й день месяца, как праздник Пасхи Спасителя, в день, когда иудеям было заповедано заколоть пасхального анкса. Но так как это не являлось обычаем в церквях во всем остальном мире, и вот тут все-таки легкая пауза, простите меня, то есть это было заповедано иудеям, это праздновал Иисус, это праздновали апостолы, а тут уже не является обычаем во всех других церквях. Ну, хорошо, пойдем дальше. По этому вопросу собирались синоды и собрания епископов, то есть до того, до Никистского собора уже были определенные какие-то собрания, синоды, когда собирались люди по определенному вопросу. Даже сейчас сохранилась запись с именами тех, кто собирался в то время. Среди них представительствовал Феофил, епископ Церкви Кесарийской, и Нарциссий, епископ Иерусалима. Есть еще одна, сохранившаяся запись именем Виктора, епископа Рима. А теперь смотрите, очень интересный момент. Однако епископов Азии, настаивавших на соблюдении обычая, переданного им отцами, возглавлял Поликарт. Он также представил преданную им традицию в письме, адресованному Виктору и Церкви в Риме. Что-то не напоминает вам римлянам 11 глава обращения Павла к Церкви в Риме, где он говорит, вы ветви не превозноситесь над те, которые привиты, и не возноситесь над природными ветвями. Итак, кто такой Поликарп? Епископ Смиринский, ученик апостола Иоанна. То есть, представьте, он ученик апостола Иоанна, того, кто был уже в этой традиции, которому он передал непосредственно то, что сам знал. Им поставлены во епископа один из апостольских мужей, христианский мученик. По выражению Иеронима, он был вождем в Азии всех христиан. Что же говорит Поликарп? Мы, говорит он, посему соблюдаем истинный день, не прибавляя к сему и не отнимая. Ибо в Азии уснули великие светила, которые снова восстанут в день явления Господня, в который он придет с небес во славе и воскресит всех святых. Филипп, один из двенадцати апостолов, спящий в Верополе, едва его состарившейся дочери, девы. Другая его дочь, также жившая под влиянием Духа Святого, теперь тоже почует в Эфесе. Более того, Иоанн, преклонявший голову на груди у нашего Господа, который тоже был священником и нес священническое блюдо, мученик и учитель. Он погребет в Эфесе. Также Поликарп и Смирный, епископ и мученик, погребенный в Смирне. Фарсий тоже епископ и мученик. То есть вы посмотрите, какие имена. Он говорит, что то, что мы чтим в Песах 14-го Ниссана, этому есть определенные условия, определенные какие-то мотивы. И не только потому, что самое главное, конечно, это Писание, потому что сам Бог заповедовал это, но и также апостолы, которые являются теми, кто продолжил эту традицию. Итак, в сессии соблюдали 14-й день Пасхи по Евангелию, еще раз, по Евангелию, заметьте, ни в чем не отклоняясь, но следуя правилу веры. Более того, я Поликарп, наименьший из вас по традиции моих родичей, некоторым из которых я последовал. Ибо было у меня семь родичей епископов, и я восьмой. И родичи мои всегда соблюдали день, когда народ, то есть евреи, выбрасывали квасное. Посему я, братья, 65 лет ныне в Господе, еще раз, 65 лет в Господе, имев совещание с братьями по всему миру, изучив все святые Писания, не беспокоюсь о том, чем мне угрожают. Ибо более великие, чем я сказали, надо бы наповиноваться Богу более, нежели человеком. И теперь посмотрите, очень интересный момент. Они говорят, есть определенная проблема. Все церкви западного мира, римские церкви, все те, кто под римскими церквями, они празднуют свою Пасху, свой день, как они хотят. А церкви в Азии, они говорят, мы придерживаемся апостольской традиции. И вот у нас есть доказательства, это Писание, у нас есть свидетельства апостолов, мы сами ученики апостолов, они нас учили, они нам рассказывали. И что получается дальше? Что говорит этот Виктор, епископ Рима? Посему Виктор, епископ церкви в Риме, вознамерился искоренить церкви по всей Азии, вместе с соседними церквями, как и еретические из общего единства. Очень хорошая реакция человека, который читает Писание. И он сообщает об этом за границу в письмах и объявляет, что все тамошние братья полностью отлучаются. Представьте себе, люди идут за Богом, люди следуют Божьим правилам, люди исполняют Божьи заповеди и их отлучают только за то, что они не соглашаются с человеческими заповедями. Итак, Иерений Леонский, еще одно имя. Один из первых отцов церкви, ведущий богослов второго века и апологет. Апологет – это защитник веры. Второй епископ Леона. Принадлежал к малоазийской богословской школе. Его сочинения способствовали формированию учения раннего христианства. Были и другие, подобные Иеринею, с большой суровостью увещавшие Виктора, это я цитирую Евсевия, увещавшие Виктора отменить свое постановление. Иерений напоминал Виктору о случившемся 50 годами ранее. Анисет, в то время бывший епископом Рима, пытался убедить Поликарпа. Опять, заметьте, Рим. Опять мы видим вот эту прямую параллель. Рим, Виктор, Рим, Никейский собор, император Константин. Ибо Анисет не смог убедить Поликарпа не соблюдать ее Пасху, так как он всегда соблюдал ее с Иоанном, учеником Господа, и остальными апостолами, с которыми он сообщался. Послушайте, авторитеты апостолы соблюдали Песах 14-го Несана. Поликарат, да, Поликарп тоже соблюдал эту традицию. Он соблюдал вот то, что ему передали, но получается интересная картина. Они говорят, нет, давайте-ка мы возьмем то, что нам удобно, как нам удобно. Ну, я не знаю, для меня, и за это еще хотят отлучить. Итак, вы видите, что пасхальный спор, он был задолго до Никиевского собора. И, кстати, Евсевий очень, скажем, не то, что трепетно, он очень относился к Поликарпу с трепетом, потому что он говорил, он всегда учил тому, что узнал у апостолов, что передалось церковью, и что есть единое истинное учение. Конечно, очевидно, что Виктор отменил свое постановление, но противоречие не было разрешено. О нем лишь временно замолчали. Церковь в Риме продолжала добиваться своего верховенства, Иерусалим был уже разрушен физически, но как духовного конкурента его еще предстояло уничтожить. Проблема эта в слегка измененном виде была окончательно решена на Никиевском соборе в 325 году. Итак, мы поговорим о Никиевском соборе в 325 году. На Никиевском соборе рассматривались две основные проблемы. Первая касалась еретического писания Ария и его последователей. То есть, что же говорил Арий? Арий говорил, что Иисус, Иешуа, он не является Богом, он является сотворенным, то есть, его сотворил Бог, или еще есть другой момент, что он стал Машехом, Христом, когда Дух Святой сошел на него, и тогда вот эта божественная сущность вселилась в него. И это была распространенная ересь в то время. И второй момент, но был и другой предмет, ставший причиной существенного беспокойства Церкви, а именно разногласий, возникших внутри Восточного Крыла. Опять интересно, теми, кто не являлся частью Западной Римской империи. То есть, мы видим в Церкви, одна часть что-то приняла, вторая не приняла. По поводу Дня Соблюдения Пасхи. Некоторые праздновали этот праздник по иудейскому обычаю, а иные во всем остальном мире. Как четко подчеркнуто. Вот эти нехорошие ребята празднуют по иудейскому традицию, а вот все хорошие во всем остальном мире. Да, они по-христианскому. Таким образом, а вот теперь интересный момент, кто же инициировал сам Никейский Собор? Эти люди, у которых были разногласия, богословские разногласия. Таким образом, император, император Константин, находя, что покой в Церкви существенно нарушается, каждому из этих двух зол, пасхальным противоречием и ирианской ересью, созвал по совету некоторых прилатов общий собор, приглашая в письмах всех епископов собраться в Никее, в Бифинии и обеспечив их средствами передвижения, вследствие чего великое число не менее трехсот восьмидесяти прибыло из различных городов и местностей при большом стечении большого и малого духовенства. Очень интересный момент. Из этих триста восьмидесяти епископов только один был из восточной церкви. Это был епископ Иерусалима или Алей уже, то есть который был предан, который уже был в подчинении у Рима. Хороший собор. Я приглашаю только тех, кто согласен с моим мнением. Итак, Константином было организовано ежедневное обильное обеспечение для поддержки и размещения этого многочисленного собрания. Теперь давайте посмотрим, кто же такой император Константин. Флавий Валерий Аврелий Константин Первый или Константин Великий. Он стал императором после смерти отца в 306 году и процарствовал или проимператорствовал в 31 год. То есть его называют благодетелем, потому что он сделал христианство господствующей религией Римской империи. Хотя на самом деле если мы возьмем Миланский Эдикт, он не сделал христианство господствующей религией. Он разрешил христианам исповедовать свою веру наравне с другими языческими культами. И смотрите, самое интересное, что он перенес свою в 330 году перенес свою столицу в Византию, которую он перевиновал в Константинополь и организовал новое государственное устройство. То есть с именем Константина Первого связано окончательное установление в Римской империи системе доминанта, то есть неограниченной власти императора. Монарх стал пользоваться невиданными до того почестями. Константинов считают некоторые, конечно, христианскими церквями как святой, а кто-то равноапостольскими. Но давайте рассмотрим факты. Факты говорят, что морально равноапостольский отец христианства хромал на обе ноги. Его поведение зачастую не соответствовало образу праведного верующего, христианина. Ведя борьбу за единоличную власть, Константин не останавливался ни перед чем. В 323 году его армия разгромила войска бывшего союзника Лициния. Несмотря на уговоры своей сестры, супруги Лициния, Константин велел казнить конкурента. Сестра Константина была женой императора византийской восточной части. После этого Константин Великий стал единоличным властителем Римской империи. Три года спустя, опасаясь заговора, император казнил своего старшего сына Криспа и жену Фаусту. Дав своим детям христианское воспитание, сам Константин всю жизнь оставался язычником. Обряд крещения он принял лишь на смертном одре в 337 году. И однако это тоже легенда, которая написана только в средние века. Сам император поклонялся богу солнца и являлся главным жрецом всех языческих культов Римской империи, что и носит его название понтифик, то есть возглавляющий, стоящий свыше. И представлял в этом образе во многих изображениях Константин, вокруг него как бы аура с лучами солнца. Вот такой своеобразный нью-эйдж и скажем образ Константина императора христианского, который организовал Никиевский собор. Как это странно для меня, но опять же я еще раз говорю, изучайте, вникайте в детали, вникайте в подробности и делайте выводы. Итак, когда все были собраны, Константин приветствовал их пристаряжением против разногласий. Что же он говорил? Дорогие друзья, моим самым заветным желанием было однажды насладиться зрелищем этого собрания. Будучи обремененным всем желанием, я воздаю хвалу Богу, правителю над всеми, который в дополнение ко всем иным бесконечным милостям дарвал мне это величайшее из благословений. И что он говорит дальше? «После окончательного подавления при помощи Бога, охранящего нас, тирании тех, кто вел брань против Всевышнего, да невозможет никакой злостный демон вновь повергнуть Божественный закон какому-либо нареканию или злоречию. Внутреннее подстрекательство комитежу, по моему разумению, является намного более опасным и устрашающим, нежели любая война, в которую я мог бы оказаться вовлечен». То есть он называет желание людей соответствовать Библии, Писании, Священным Писаниям по велению Бога, он называет его внутренним подстрекательством к мятежу. То есть слушать Бога, нежели человека, это подстрекательство к мятежу. Хорошо. Константин объединил империю, а теперь он вознамерился освободить церковь и от подстрекательства к мятежу на повестке дня было единство. И, конечно, там были, мне очень просто интересно в том, что, о чем могли говорить люди, у которых уже было принято решение. Там собрались епископы, которые праздновали Пасху, как было принято в Римской империи, при поддержке еще и Константина, который подпередил, потому что дальше мы читаем, мы читаем письмо Константина, который уже, ну, как бы, суммировал, суммировал то, что происходило на Никиевском соборе. Итак, смотрите, что, и тоже еще одна такая небольшая ремарочка, письма Павла, они полемические, то есть, мы можем вести полемику, мы можем идти какие-то диалоги, мы можем как-то размышлять над этим, но письма Константина, это уже закон, письмо императора является предписанием к действию, то есть, как, знаете, указ, письмо императора, это указ, поэтому часто письма зачитывались как указы. Итак, что же пишет Константин в этом письме после Никиевского собора? Всем показалось чрезмерно недостойным то обстоятельство, что празднование этого святейшего торжества мы должны придерживаться обычаев иудеев, которые, скверные негодяи, замарав руки свои гнусными преступлениями, заслуженно ослеплены в своем уме. Посему подобает отвергнувший практику сего народа, увековечить на все грядущие века празднование этого обычая в более законном порядке. И да не будем мы иметь ничего общего с на и враждебнейшим иудейским сбродом. Чему же нам следует за теми, кто порабощен вопиющему заблуждению? То есть я буду цитировать выдержки из этого письма. Но если сказано мною покажется недостаточным, то представляю вашей тонкой очень хорошей такой, ну если вам этого недостаточно, то предоставляю вашей тонкой прорицательности, то есть какая лесть, да? Вы же тонкая, у вас же тонкая прорицательность, значит вы же понимаете, что я вам говорю правильно. Путем усердия и молитвы никоим образом не допустить, чтобы чистота ваших умов осквернилась сообразованием, чем-то не было с обычаем подлейшего отродия. Ибо самой необходимостью продиктовано устранение этого недостатка, дабы нам не иметь ничего общего с деяниями сих изменников и убийц нашего Господа. И самое интересное, что вот это все, вот это то, что говорит Константин, он приписывает Иисусу. Что говорит Константин? Мы приняли иной способ, то есть праздновать Пасху, от нашего Спасителя. Для нашей святейшей религии открыт более законный и подобающий путь, и повелевает со всей властью императора, чтобы церкви всецело восприняли и придерживалось такого настроения, доктрины и практики, ибо решение епископов на соборе является волей Божьей. То есть, то, что приняли епископы, является волей Божьей, отменяющей Божью волю. Итак, так как порядок, соблюдаемый всеми циквями, еще раз, на Западе, представляется наиболее подходящим, примите небесное и поистине божественное повеление, ибо постановление Святого Собора и епископов следует относить к божественной воле. Церковь произвела значительные официальные изменения в доктрине и в способе передачи к доктрины. Итак, смотрите, как писал еще в одном письме Константин католической церкви, то есть слово католическо-кафолической вселенской церкви в Александрине, ибо одновременно тримстами и епископами должно рассматриваться не иначе как благоволение Божье, в особенности от того, что Святой Дух, обитающий в умах столь многочисленных и достойных мужей, отчетливо указал на божественную волю. Истина Божия теперь устанавливается Божьим Собором, а не Словом Божьим. Впоследствии этого учения то, что когда-то Иустину, которого потом назвали мучеником, было ересью, сегодня стало ортодоксией, то, что было принято. Итак, на вопрос, когда-то Бог дал Константину такую власть над церковью, открывает нам много глаза. Вопрос этот не был задан ни в то время, ни сегодня. Посему, объявив своим возлюбленным братьям написанное вашим долгом, остается принять и утвердить приведенные аргументы и само соблюдение Святейшего Дня. Дабы когда я окажусь в вашем драгоценном присутствии, столь для меня желанном, я имел бы возможность в один день вместе с вами праздновать священный праздник и всячески о том радоваться, видя, что коварство дьявола преодолено божественной силой при моем посредничестве. То есть, вот такой я хороший Константин. Без меня бы просто все бы развалилось. Отношения церкви и государства, остановившиеся при Константине, рассматривались как величайшее божие благословение. Был положен конец тому, что уже казалось бесконечным гонением. Но с окончанием гонения и началом нового альянса произошли великие компромиссы, исказившие характер церкви сегодня, тогда и по сегодняшний день. Святой Афанасий, которого называют отцом церкви, он говорил так, он отмечает различия в тоне между тем, что было сказано по этому вопросу и тем, что казалось верой арианского, ну, то есть, касательно пасхального противоречия и арианской ереси. То есть, арианская ересь, это неправильно, мы ее отвергаем, но пасхальное противоречие, так сказать, вот мы приняли решение, но несмотря на решение собора, были некоторые квадродециманцы от латинского 14, как их именовали, которые упрямо придерживались празднования Пасхи 14-го числа месяца и среди прочих аудианцы, раскольники Месопотамии. И что они делали? Они предъявляли претензии к собору с упреком, отмечая, что на этот раз благодаря уступкам Константину древняя традиция была впервые нарушена. Константин одержал мечом политическую победу во имя Господа. Для победы над церковью он был намерен использовать то, что принесло ему победу в империи. Смотрите, что же сделал еще Константин? Он опубликовал еще одно письмо, указ, адресованный епископами народу, осуждающих Ария и его писание, дабы, если будут найдены какая из книг им написана, да будет предана огню, чтобы на будущее века о его тлетворном учении не осталось никакой памяти. Он объявляет, что всякий уличенный в сокрытии книг, составленных Арием, немедленно по задержанию будет предан смерти. Очень интересно, да? С тех пор церковная доктрина стала внедряться при помощи меча. Несогласных изгоняли либо предавали смерти. Книги еретиков, учивших тому, что противоречило принятому учению, сжигались и стираясь с лица земли. В конце концов, как писал Константин, не оставалось никаких предлогов для разногласий и противоречий касательно веры. Итак, церковь перестала быть церковью Иисуса и стала церковью Константина. Она больше не была невестой Мессии. Она стала невестой Кесаря. Иисус предупреждал своих последователей. Цари господствуют над народами и водеющие ими благодетелями называются. А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший и начальствующий как служащий. Лука 22 глава 25 и 26 стих. Константин выдавал себя за благодетеля церкви и, прекратив гонения, ожидал от церкви подчинения своей воле. пророческий голос церкви относительно государства был заглушен и была навязана иерархическая структура. То есть, смотрите, какой интересный момент. Если Иоанн креститель, он не боялся прийти к царю и обличить его в грехе, то теперь церковь не имела на это права. Она должна была быть благодарна за то, что сделал император. При Константине Евсевий написал историю церкви. Да, еще такая небольшая ремарка. То, что Константин должен был править землей для Бога, рассматривалось как высшая духовная истина. То, что Иисус, царь царей, должен был править землей из Иерусалима, высмеивалось как нечто плотское и бездуховное. То есть, мы знаем, что Рим заменил Иерусалим. Рим стал центром мира. Рим стал местилищем Божьего откровения. Хотя, на самом деле, мы знаем, что Писания так не говорят. При Константине Евсеве написал историю церкви, в которой целенаправленно игнорировалось всякое положительное упоминание относительно восстановления Израиля и земного царствования Иисуса. Единственное, что оставалось евреям в плане и предназначении Божьим, служить земным временным образом вечного убожества и осуждения ожидавших всех, кто был за пределами церкви. Позднее эту идею развил римский папа и Иннокентий Третий и его учение на многие века стало доминирующей в христианской церкви. Евреев, хотя противник и взывает кровь Христа, не следует убивать, дабы христиане не забыли закона Божьего, а должно им оставаться на земле с китайцами, пока их лица не покроются стыдом. Итак, апостол Павел Ребе Шауль, служение которого было обращено к язычникам, соблюдал библейские даты. В книге «Деяния апостолов» записано, между прочим, что Песох, деяние 20 глава 7 стих, Шавуот, Пятидесятница, 20 глава 16 стих, и Йом-Кипур, день искупления, 27 глава 9 стих, являлись для Павла четко установленными и значимыми днями. Церковь, созидаемая апостолами, знала, когда празднуется Пасха. Со времен Никейского собора церковь, которая представительствовала или во главе которой стоял Константин, больше не желала соблюдать библейскую дату, так как это было слишком по-еврейски. Сама Библия была слишком еврейской. Но человеческие учения, с другой стороны, могли быть такими, какими они были угодными людям. То есть люди избирали то, что я говорил, тех учителей, которые льстили их слуху. Дни пророков и апостолов уже миновали. Не было уже и таких мужей, как Поликарп и Поликард, готовых сказать религиозным властям церкви то, что однажды Петр и Иоанн сказали религиозным властям Синендриона. Мы должны повиноваться Богу более, нежели человеку. Итак, что же мы видим, что мы имеем? Мы видим, что изменение даты Пасхи и празднования праздника Песах, Пасхи было произведено на Нейкейском соборе людьми. И с тысячелетиями это стало традицией, которая воспринимается многими верующими, которые не знают историю. Уже просто как, ну, так должно быть. Мы должны повиноваться Богу более, нежели человекам. Я сегодня не призываю вас, чтобы вы начали бросать, говорить, вот все, это Пасха неправильная, это Пасха правильная. Я вас призываю к тому, чтобы вы изучали Писание, чтобы вы вникали в учение и смотрели, откуда что произрастает, чтобы вы понимали, что есть вещи, которые можно изменить и нужно изменить. Но для этого нам нужно иметь основание. И основание того, что произошло с Пасхой, Песах, Пасха, это постановление Никейского собора, это постановление людей, которые использовали веру, христианство для политических определенных целей. И сегодня время восстановления. Мы сегодня можем сами, действительно, изучив Писание, выбирать то, что Бог хочет сделать. Поэтому изучайте, изучайте Писание, изучайте историю, смотрите в прошлое и видите будущее, смотрите в настоящее и замечайте, что же происходило тогда. Субтитры создавал DimaTorzok